Уважаемые коллеги, обсуждая такой серьезный вопрос, как бюджет прошлого года, я бы очень хотел, чтобы мы не путались в понятиях, о чем мы сегодня говорим. И, как было сказано уже и Михаилу Наумовичу, и другими выступающими, мы сегодня голосуем не за факт исполнения или неисполнения. Хорошей или нехорошей работы исполнительной власти в этой связи мы говорим о том, исполнены и как те цифры, те суммы, которые были собраны в бюджет. Насколько в соответствии правильной или неправильной законодательству Санкт-Петербурга эти деньги, проще говоря, были потрачены. Итак, 375 миллиардов с половиной было собрано, 374, 375, 783 было израсходовано. Мы, фракция КПРФ, с этими цифрами согласны, основываясь прежде всего на тех расчетах, которые имеются у нас и на докладе уважаемой контрольно-счетной палаты. Но, вместе с тем, те 53 миллиарда, о которых много уже говорилось, и еще надо об этом говорить, потому что тот ученик или студент плох, который не делает выводов, когда он получает неотные экзамены или незачет. Вот если мы научимся правильно, оперативно и грамотно извлекать уроки из тех наших неудач, вот тогда со временем, и я надеюсь, достаточно короткое время должно пройти, чтобы мы во время обсуждения отчета на Новый год, завершения бюджетного года не обращались к таким печальным цифрам, как сегодня. Уже говорилось, я приведу только примеры той объективной составляющей, на наш взгляд, почему вот эти 53 миллиарда не были использованы. И здесь не только начинающийся правильный подход. Ни одну копейку не выделять, пока полностью вся, весь комплект документации не будет заверен, подписан, утвержден. Правильно это? Безусловно, правильно. Отказаться от амбициозных и, в общем-то, сейчас преждевременных, очень бюджетно тяжелых для нашего города. Владимир Яковлевич, вам сколько нужно времени для... Я же вам сделал знак уже несколько раз. И вот те действия, которые предпринимает сегодняшняя исполнительная власть, безусловно, она находит отражение положительное среди народа, населения нашего города. Но объективность здесь, безусловно, присутствует. И объективность это в том, что кадры... Мудрый человек сказал, кадры решают все. На сегодняшний день мы ощущаем в городе тот дефицит кадров. Была сломана система подготовки высококвалифицированных управленчиков. Делаю вам замечание за несупредление регламента. Присаживайтесь, пожалуйста. Секунду. Итак, это подчеркивает нашу позицию, когда мы голосовали против бюджета 2012 года. Сегодня мы говорим, что мы принимаем эти цифры, но нам всем вместе отвечать за неисполнение. Спасибо. Пожалуйста, Макарова Алексея Алексеевича. Продолжение следует...